Я возвращаюсь к истории про вот этого самого ФСБшного киллера Вадима Красикова. Почему так рьяно, я бы сказал, Путин хотел добиться его освобождения? До такой степени, что стал об этом практически тогда в интервью Такеру Карлсону прямо говорить. Это загадка. Отгадку никто не знает пока. Я еще не видел ни одного человека, кто дал бы более-менее версию приличную, которая объясняла бы это. Неизвестно, непонятно. Здесь непонятно абсолютно, потому что, строго говоря, в общем, и тот объект, на который было направлено преступление Красикова, тоже, с моей точки зрения, не являлся каким-то супер-пупер человеком, которого надо было там уничтожать. Потому что, я так думаю, что Сергей Пугачев, который рассказывает про свои встречи многолетние с Путиным и о том, какой Путин плохой и какие у него недостатки, он, безусловно, представляет интерес для этой службы и для всех российских спецслужб гораздо больше, чем Хангашвили, который стал жертвой Красикова. Но там история, вы знаете, я думаю, что до конца мы ее еще до конца не понимаем, потому что там сложная история, потому что вроде бы, эта версия тоже, это только предположение, это не установленный факт. Факт установленный то, что сын одного из генералов ФСБ, работающий под прикрытием посольства российского в Берлине, выпал из окна за три месяца до всего этого дела или там в течение подготовки всей этой операции. И вот у меня такое впечатление, что вот отгадка всей этой истории кроется скорее здесь, чем в личности самого Красикова. То есть, возможно, просто этот генерал ФСБ так остро переживал то ли предательство, то ли несчастный случай, связанный с его сыном, который занимался подготовкой, судя по всему, этой операцией с территории посольства, что, может быть, это дошло там до Королева и Бортникова, и, может быть, дошло до Патрушева, и они там лично, может быть, знали этого генерала. Ну, наверняка, то есть не то, что лично знали, но были близко связаны, потому что понятно, что они лично его знали, если он работал в их системе. Вот, близко связанного какого-то с ними генерала, а может быть, даже этот человек имел какие-то связи с Путиным. То есть, я думаю, что это очень личная история, потому что, ну, совершенно непонятно, то есть вот вся, скажем так, публичная легенда, которую мы знаем про Кратикова, она абсолютно не объясняет, почему Путин вот именно в отношении него так был заинтересован, чтобы его получить. Совершенно непонятно. То есть здесь что-то личное. Что-то личное где-то... Фантазия слишком далеко занесет, или если вы со мной не согласны. Но такое ощущение, что правительство Германии, германские власти не очень хотели подключаться вот к этой истории, освобождать господина Красикова. Он был приговорен, он совершил преступление на территории Германии, он был задержан германскими правоохранительными органами, он был судим германским судом, и он отбывал по германским законам пожизненное заключение в германской тюрьме. Ну и судя по всему, вот одного факта того, что Соединенные Штаты являются союзниками Германии, и речь идет о некой гуманитарной миссии об освобождении людей, которые, как мы с вами прекрасно понимаем, ни за что, просто за свои взгляды сидят в путинских тюрьмах и лагерях, такие, как Владимир Карамурза или Илья Яшин, или один из руководителей общества «Мемориал» Олег Орлов. Список можно продолжить. Тем не менее, вот понадобилось, обратите внимание, как я понимаю, понадобилось провести вот замысловатую спецоперацию, подставить немецкого врача, точнее не врача, но сотрудника Красного Креста, вот этого Рика Кригера, договориться с белорусами, что он будет сурово наказан, что его не просто там посадят, а приговорят к расстрелу, а что называется с Лукашенко шутки плохи, потому что вся Европа знает, что он периодически приговоренных к расстрелу расстреливает, и потом уже, что называется, предъявить немцам, вот смотрите, господа немецкие политики и государственные руководители, вот ваш гражданин может быть поставлен к стенке, отпускайте-ка, давайте вашего Красикова. Такое ощущение, что вот это был какой-то решающий момент. И теперь совершенно в другом свете, на мой взгляд, выглядит вот эта вот поездка совершенно больного, едва ходящего. Ему бы в больнице под капельницей лежать, вот как выглядел-то во время последнего визита в Россию Александр Миташенко. Еле ходил, ему бы под капельницей лежать, но вот зачем-то, значит, его Путин вызвал на ковер, судя по всему, для того, чтобы сказать, все, давай, последняя фаза операции вступает в силу. Да, это похоже. Похоже тут, значит, ну, во-первых, по первой части я с вами полностью согласен, мне здесь даже нечего добавлять, потому что вы все абсолютно четко рассказали, и поэтому я даже снимаю возражения или сомнения, которые вы высказали, потому что вы сказали, что может быть это, по-моему, здесь все абсолютно прозрачно, и именно вот так, как вы все рассказали, и мне кажется, что ошибка была совершена изначально американцами и россиянами, и теми другими, которые просто считали, что, ну, так сказать, они главные две мировые державы, и они решают все за всех во все, где бы это ни произошло, и типа все остальные должны подчиняться, ну, как вот для России, там, я не знаю, бывшие республики Советского Союза, которые еще поддерживают с ней связи, и так для Америки, там, допустим, та же самая Германия. И вот, и здесь нашла коса на камень, потому что, действительно, немцы уперлись, это известная штука была, потому что его уже неоднократно пытались обменять, и, в частности, говорили о том, что вот он будет там обменен вот тогда, когда обменивали эту самую американку, баспиталистку, когда обменивали Бута, вот, потом говорили о том, что его могут обменять на Навального, вот, то есть уже несколько попыток, значит, подключить его к каким-то вариантам обмена было, и немцы стояли на своем, они говорили, нет-нет-нет, это преступление, которое было совершено у нас, его наш законный суд осудил на пожизненное заключение, он у нас будет сидеть пожизненно. И они уперлись в этом смысле даже по отношению к американцам, потому что, судя по всему, американцы просто не проявили дипломатии никакой, что, к сожалению, для американцев довольно часто их характеризует. Они не очень дипломатичные люди, вот, они могут свысока смотреть на своих партнеров, они могут свысока устраивать какие-то требования, которые, ну, скажем так, европейцы могут воспринимать даже как оскорбление. Вот, и поэтому действительно здесь была разыграна специальная операция с Лукашенко, и действительно это специальная операция, потому что даже если бы этого же гражданина задержали бы в Российской Федерации, его бы осудили бы, там, ну, в худшем случае на пожизненное заключение, и даже если бы его осудили бы на смертную казнь, но поскольку в Российской Федерации есть мораторий на смертную казнь, то, в общем, его жизни в этом смысле формально ничего бы не угрожало, пока Российская Федерация не отменила этот мораторий. Вот, а у Лукашенко действительно это он такой вот крутой диктатор европейский, самый долгий, самый длинный, ему вот в июле месяце, совсем недавно, 10 дней назад, исполнилось 30 лет власти. Кстати, канал Некста сделал очень хороший документальный фильм про Лукашенко, я всем советую посмотреть, как он шел к власти, как он завоевывал такую власть, очень смешной одновременно, потому что там голосом Лукашенко, он как бы сам рассказывает, как он это все делал. И, естественно, это было, кстати, с точки зрения организации, я вам должен сказать, что это было сделано, в общем, на уровне высшего пилотажа. Я давно такого уровня организации не видел, чтобы вот так все срослось, чтобы так все организовать, чтобы так немца поймать на чем-то, чтобы его прямо вот у Лукашенко осудить. И дальше, значит, конечно, у немцев была абсолютно безвыходная в политическом плане ситуация, потому что одно дело, когда они говорили, там, какая-то американская гражданка, пусть они ее там и сильно любят, но, в общем, она американская гражданка, их она не касается. Или даже Навальный, который у них хотя бы, хоть и жил, но все-таки они говорили, что мы ему предлагали политическое убежище, и даже паспорт немецкий, он от него отказался, уехал, и захотел сесть в российскую тюрьму, типа, ну и теперь пускай он там остается. А тут, значит, немецкий гражданин – совсем другая история. Потому что, конечно, своего гражданина не, так сказать, стоять и говорить, что мы такие блюстители права и такие чистоплюи, что мы не готовы даже ради германского гражданина обменять какого-то жуткого преступника, значит, на германского гражданина, это для немцев стало невозможным. Тем более, что, ну, надо признать, что если бы Красников убил немца, то это все-таки изменило бы ситуацию кардинально. А поскольку он убил чеченца грудненского происхождения, то, в общем, ну, тоже понятно, это, к сожалению, увы, старая история, она была во все времена, она была в 30-е годы, мы с вами об этом рассказывали, когда сталинский НКВД занимался похищением людей, убийством людей на территории европейских стран, то, в общем, подход был такой, что пока это у них там свои разборки, значит, этих социал-демократов или коммунистов между собой, значит, с белыми иммигрантами, в принципе, французскую полицию, как бы, допустим, во Франции это не касается. Вот, если бы там французский гражданин такой, исконный, это уже меняет тело. А вот если это там русские иммигранты из сталинской НКВД, ну, и, в общем, неприятно, конечно, но это не самая большая проблема. Вот, и здесь вот был такой вариант, потому что все-таки и жертва, и агрессор были иностранцами, вот, и поэтому нужен был какой-то немецкий гражданин, его, значит, поймали, и таким образом, вот, с точки зрения, конечно, подготовки этой провокации, это одна из самых хорошо подготовленных провокаций, потому что часто уши просто топчат за 15 километров, и понятно, для чего это делается, вот, и здесь тоже было понятно, но сделано, в общем, с точки зрения спецслужб красиво. Я сразу поясню, да, потому что сейчас у нас люди начнут писать в комментариях, что я такой людоед, и, значит, и радуюсь там какому-то, значит, проведению жуткой совершенно преступной операции. Я это с точки зрения эстетизма чисто шпионского, да, то есть чисто с точки зрения техники проведения организации специальной операции шпионской, это очень редкое исключение, потому что то, что мы видим в российских спецслужбах за последние, там, 10-15 лет, это чаще всего какие-то грушники, которые чуть не в сапогах и чуть не в советской форме с ППШ и с парашютами наперевес ездят, там, ходят по Лондону, вот, красят везде, значит, под кинокамерами, вот, или там заваливаются в ГАГу, и их берут там прям буквально с поличным в машине, когда они пытаются взломать компьютеры, значит, Международного уголовного суда, или Международной организации по наблюдению за нераспространением химического оружия, вот, и так далее, и тому подобное. А здесь, конечно, это было сделано тонко, и это вот, именно это я хотел отметить, потому что, вот вы знаете, у нас сейчас во Франции анекдот тоже ходит такой, потому что у нас тоже тут идут диверсии предолимпийские во время Олимпийских игр, вот, об этом стоит тоже, может быть, немножко поговорить, потому что буквально в день открытия Олимпийских игр была диверсия на сети скоростных железных дорог во Франции, и она была проведена вот тоже по уровню высшего пилотажа, потому что было запрограммировано четыре места, ключевых абсолютно места на сети этих железных дорог, и если бы все четыре взрыва состоялись, то вся сеть скоростных железных дорог Франции встала бы на некоторое время. Три взрыва состоялись, один не получился, то есть стала только половина сети, ну, за двое суток, за трое суток ее французы уже восстановили, все теперь ходит уже нормально, вот, но все-таки это было сделано довольно классно, и дальше была такая же история с оптиковолоконными кабелями у нескольких операторов сотовой сети, и когда во Франции стали говорить, а не торчат ли здесь уши Российской Федерации, то, в общем, им саркастически отвечали, ну, если бы здесь были россияне, то были бы ППШ, парашюты, были бы там гидны, мышкины, там всякие, шашки буденовские, а здесь слишком все профессионально сделано, и это вот теперь уже такой почти мем стал, слишком профессионально для российских служб, потому что, ну, мы видели до этого, как взяли какого-то россиянина, значит, в аэропорту Руасси, и который просто сам подорвался на своей собственной бомбе, которую он собирался где-то там закладывать, и пока он ее готовил, он ее, сам же ему там руки оторвало с этой самой бомбой, да, ну, и потом вот этот вот самый повар такой, значит, который тоже всем рассказывал, как он хочет сорвать Олимпиаду по пьяному делу, значит, в Болгарии, вот, что даже болгары, значит, это дело все засекли, передали французам, и, соответственно, его там взяли с поличным... И еще его обнаружили документы сотрудника то ли ФСБ, то ли ГРУ. Ну, там что-то там ФСБшное было, там не совсем ксиво, то есть он не был, безусловно, штатным сотрудником, кадровым сотрудником ФСБ, он проходил, наверное, когда-нибудь какие-нибудь там курсы чего-нибудь близкого с ФСБ, то есть там просто ФСБ где-то там упоминалось, вот, но, в общем, это тоже, это глупость, кстати, по этому поводу я уже давал несколько интервью, когда меня спрашивали на эту тему, я бы напоминал, что вот когда разведчик даже легальной резидентуры выезжает за границу для того, чтобы служить дипломатом, он не имеет права вообще никаких документов с собой вывозить никуда, никаких, нет никаких служебных документов. Вот даже в Москве, когда вас готовят заграничные командировки, вас сначала выводят в действующий резерв, вас сажают формально на несколько месяцев в учреждение, прикрытие от которого вы, по идее, должны ехать за границу, ну, чаще всего МИД или Министерство внешней торговли, вот, и уже на этот период у вас уже нет никаких документов КГБшных, потому что все... Сергей Олегович, это понятно, я просто хочу вас перебить, чтобы напомнить такую деталь, которую вы, может быть, и забыли спустя так много лет. Любой человек, даже не сотрудник резидентуры, просто любой человек, который из Советского Союза уезжал в заграничную служебную командировку, обязан был сдать партийный билет на хранение в ЦК КПСС, специальный там был отдел в ЦК КПСС, вы помните, да, и если ты комсомолец, ты ехал в ЦК ВЛКСМ, там тоже был специальный отдел, куда ты, что называется, под расписку сдавал свой комсомольский билет, и когда ты приезжал вот в страну, куда тебя командировали, ты всем говорил, что если ты член партии, то ты член профсоюзной организации, помните, да, профсоюзные собрания проходили в посольствах, на самом деле это не партийные собрания, а если ты был член ВЛКСМ, то ты числился членом физкультурной организации, и комсомольские собрания, нет, чтобы просто отменить вот на время командировок этих самых людей, нет, ну все-таки собрание надо проводить, и поэтому это все проходило под флагом собрания членов физкультурной организации.